Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амиго, но сегодня у нас реакция на Ammunition Time. Почему броня хищника неплохая? Погнали посмотрим! ...на броня хищника из одноименного фильма 87-го года выпуска. Думаю, что это хороший вопрос, на который мы попытаемся ответить в текущем видео. Кроме брони, а если быть точнее высокотехнологичной камуфляжной экипировки, в арсенале хищника было еще несколько боевых приспособлений, которые мы тоже не обделим вниманием. Я не думал, что у хищника есть броня, я думал, как вот сейчас и на видео видно, какая-то сеточка у него на теле была. На связи канал Ammunition Time и мы начинаем разбор. Хищник происходит из расы хишкутенов. Это наименование они используют на своем языке, точно так же, как и наименование Юджа, которое означает принадлежность особи к касте охотников. Именно с хишкутеном из касты охотников имел дело отряд специального назначения под командованием Арнольда Шварценеггера в роли майора Алана Датча. Экипировка хищника состоит из маски с множеством функциональных приспособлений, камуфляжного устройства, делающего Юджа невидимым для человеческого глаза, наручным управляющим модулем на левой руке, двух наручных клинков на правом предплечье и наплечной плазменной пушке. В реальной жизни плазменную пушку официально пока не изобрели, но зато изобрели от С-14 Гроза. Штурмовой стрелковый комплекс со множеством модификаций, которые можно получить в игре Warface в рамках новогоднего сезона Лидер. Что это экипировки, которые мы разберем, устройство невидимости. Однако прежде чем понять, как его можно было бы на самом деле сделать, надо разобраться в вопросе того, что такое свет и как видит человеческий глаз. Свет – это форма электромагнитного излучения, а наш глаз видит лишь определенный спектр этого излучения, который отражается от предметов вокруг нас. Допустим, зеленый стул мы видим в таком цвете, потому что его краска поглощает весь спектр других цветов, кроме зеленого. Зеленый спектр светового луча краска отражает, и он попадает на наш глазной зрительный нерв. Качественное чистое стекло почти не рассеивает и не отражает свет, поэтому мы можем смотреть сквозь него. Однако стекло не сделает стоящего за ним человека невидимым. Оно как будто бы невидимо лишь само по себе. Иуджо будто активирует какое-то силовое поле, которое не отражает свет от себя и не проводит его сквозь себя. Это поле выглядит так, будто свет огибает его, словно течение реки огибает камень в своем русле. Такое возможно только если материал имеет отрицательный показатель преломления света. В природе нет таких материалов, однако современной науке удалось эту проблему решить путем создания новых, так называемых метаматериалов. Если по-простому, то метаматериал способен создать отрицательный коэффициент преломления света. По сути, это полотно с множеством антенн, соединенных между собой проводов, которые при активации создают отрицательную проницаемость и восприимчивость в материале. По этому же принципу может работать и камуфляж Иуджо. Особенно круто это объясняет причину, по которой хищник видит в инфракрасном спектре. Дело в том, что если бы хищник видел в том же спектральном диапазоне, что и человек, то он бы увидел только темноту, ведь световые волны огибали бы его зрительные анализаторы на маске, не отражаясь от нее. Ну а если бы спектр видимого для человека светового излучения отражался бы от маски хищника или от каких-то ее отдельных участков, то людям из отряда эти участки тоже были бы видны, и хищника давно бы заметили. А вот инфракрасное излучение, в свою очередь, для нашего глаза невидимо, поэтому инфракрасный спектр светового излучения маска Иуджо вполне могла бы улавливать, то есть отражать от себя безопасности, выдать наблюдательные позиции своего носителя, одновременно с этим отслеживая перемещение целей. Увы, как нам показали в конце фильма, зрение у хищника тепловое на биологическом уровне, даже без маски, что максимально нелогичный глупот такого высокоразвитого существа, однако если рассматривать тепловизор и невидимый камуфляж в качестве реальных устройств, то они между собой отлично бы сочетались. По моему мнению, это один из самых продуманных и одновременно оригинальных концептов фантастического военного снаряжения. Хотя, надо сказать, что если бы у членов отряда был с собой тепловизор, они бы смогли заметить инфракрасное излучение, которое исходит от хищника, опять же при условии, что его нематериальное поле не гасит тепловую сигнатуру объекта одновременно с видимым спектром излучения. Ну это вряд ли, это вряд ли. И есть, впрочем, одна проблема, которую в реальности решить пока не получится. Речь... Невидимости с помощью силового поля. Дело в том, что метаматериалы должны покрывать всю площадь поверхности объекта, который они должны сделать невидимыми. Способ маскировки с использованием нематериального поля мне на глаза пока не попадался, хотя даже если бы он существовал, он бы все равно мне не попался на глаза, если вы понимаете, о чем я. Но, вполне возможно, информации об этом я не нашел, потому что науке он пока тоже неизвестен. Также я обратил внимание на момент, когда хищник использовал лазерный прицел в режиме невидимости. С точки зрения реального мира это также накладывает некие трудности. Если он окружен неким полем невидимости, то направленное фотонное излучение, исходящее из этого поля, видимым для человеческого глаза спектре, естественно, нельзя было бы вывести за пределы поля, оно бы его просто не пропустило. Ну или поле невидимости, которое использует хищник, настолько тонко настраивается, что способно локально рассеяться в месте источника лазерного луча. Тут вопрос уже открытый. Ну и раз уж мы заговорили про систему наведения, то абсолютно плазмую наплечную пушку. Судя по тому, что... Я даже не могу вспомнить точно, какие эмоции я испытывал, когда первый раз смотрел этот фильм. Но он реально мне оказался нереально крутым. А сейчас я вижу обрывки фильма «Хищник», и я такой... Блин, почему все так выглядит? Простенько вся эта анимация, все эти спецэффекты. Ведь раньше они казались гораздо круче. Блин. Действительно, восприятие детского взгляда. И сейчас, тем более, добавок еще и у нас улучшены спецэффекты на данный период 2021 года. И вот сейчас видеть старые спецэффекты, это что-то такое. Потому что я увидел в фильме, эта пушка довольно реалистичная во многих отношениях. По моим предположениям, пушка преобразует с помощью микроволнового излучения атмосферный воздух в плазменное состояние, и одновременно намагничивает его в центре, чтобы при выстреле заряд имел шарообразную форму. Такой принцип работы оружия решает проблему с наличием боезапаса, ведь снаряды можно в прямом смысле создавать из воздуха. Ну и само собой, такая экипировка потребляет просто киловатты энергии, поэтому для ее работы должен быть предусмотрен источник питания с высоким уровнем энергоемкости. И судя по всему, у хищника он есть, поскольку я более чем уверен, именно этот модуль взорвался в самом конце фильма, когда наш австрийский качок навалял агрессивному инопричленцу по самой неболусе. Теперь, что касается маски Юджа. Пожалуй, это тот элемент снаряжения, который почти полностью можно воссоздать в реальной жизни. Маска оснащена бортовым компьютером со встроенной инфракрасной матрицей и автоматической системой самонаведения. Также, благодаря маске, хищник способен анализировать речь своих жертв, переводя ее на свой язык. Одновременно с этим, маска является полнолицевым респиратором, поскольку земная атмосфера является для расы хишкутенов слабо токсичной, поэтому долгое пребывание в ней без систем фильтрации вредно для здоровья инопланетянина. Также, судя по всему, маска крепится на твердых щетинистых отростках, расположенных в области надбровных дуг, что объясняет отсутствие фиксации маски в области затылка с помощью ремней или жгутов, как она бы фиксировалась на человеческой голове. Ну и в заключении скажу пару слов о холодном оружии Юджа. В последующих фильмах по вселенной хищника нам покажут и телескопическое копье, и капканы, и выкидные сети, и прочие интересные приспособы. Однако, обсуждать их в рамках этого видео мы не будем. На руке самое простейшее, думаю, оружие. У хищника только два клинка на правой руке. Ну и когти тоже можно посчитать. Кстати, сначала когти мне показались довольно странным решением, ведь с ними банально неудобно нажимать на кнопки наручного модуля управления. Но потом я вспомнил своих знакомых инстаграмщиц, у которых когти даже длиннее, чем у хищника. Как жопу подтирать с такими ногтями. Но при этом они довольно-таки ловко нажимают на сенсорные клавиши своего айфона. Поэтому я решил, что это скорее дело привычки. Тем более Юджа очень любит вырывать позвоночники своих жертв. А когти очень этому способствуют, увеличивая проникающую способность пальцев в органическую плоть. Но вернемся к двум клинкам. Это выдвижные лезвия, довольно странные за зубы. Это скрипион какой-то. Находящиеся с тыльной стороны ладони. В первом фильме их длина очень небольшая и годятся клинки в качестве субзиро. Юджа, вкупе со своими выдающимися силовыми показателями на фоне человеческих, использовал клинки в качестве крюка для мяса, где мясом являлись его жертвы. В реальной истории подобное оружие существовало в арсенале ниндзя, но использовали его для колющей режущих ударов, а не как мясной крюк. Оно называлось Текокаги. И мы обсуждали его уже в выпуске про Шреддера. Как итог, можно сделать вывод, что снаряжение хищника очень продумано на уровне концепции, с точки зрения логики и реальных законов физики. Вот вы понимаете, да? Понимаете, раньше как-то продумывали с точки зрения физики, и чтобы оно реально не казалось нелепым. Сейчас же стараются нам преподнести чаще всего типа, вау, ууу, круто, невероятно. Но раньше более, более старались как-то все-таки сделать более приближенное к реальности. Хотя, есть и отдельные случаи, где и не получалось так сделать. Если изобрести такие же технологии, то их однозначно будут использовать бойцы разведки и спецназа для совершения тактических и диверсионных операций на местности разного типа. Никаких критических конструкционных проблем я у этого снаряжения не вижу. Такие дела. Пишите, что вы думаете об этом и предлагайте темы для будущих выпусков в комментариях под видео. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Хороший, в принципе, разбор. И я немножко... Мои олдскулы свело, потому что я давно, очень давно смотрел Хищника. И для меня оказался этот фильм просто вау! Что-то невероятное, что-то такое, что... Камон. Еще Гремлина был любимый фильмец в детстве. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока!